На ММЗ простились с Анатолием Беличенко, первым директором Молдавского металлургического, который возглавлял завод 20 лет. Он принял завод новым в середине 80-х. Провел его через самые трудные времена, когда рушилась советская промышленность, торговые контакты и связи. ММЗ все эти годы работал и давал жизнь Рыбнице и Приднестровью. Беличенко остался рядом, когда завод оказался на грани рейдерского захвата. Первого директора запретили пускать на завод, и Беличенко создал комитет по спасению ММЗ. О нем на заводе ходили и ходят легенды. Например, что знал в лицо и по имени каждого из нескольких тысяч сотрудников. Человек эпохи, каким он был и каким запомнится в сюжете Юрия Чернявского. Заводская сирена ревет, будто преданный пес, потерявший хозяина. Это в память о первом руководителе ММЗ. Рыбницкие металлурги до последнего надеялись, что и на этот раз их легендарный директор Анатолий Беличенко победит и однажды еще пройдет через проходную ММЗ, как это делал прежде полжизни. Но чудо не произошло. Анатолия Беличенко похоронили в Липецке. Там он начинал свой трудовой путь. Там живет его семья. А в холле ММЗ коллеги прощаются со своим первым директором. Заводчане пишут слова соболезнования в книге памяти. Он всегда, везде был с народом. Светлая память. Инженер Наталья Некраса в 83-м приехала на строящееся ММЗ молодым специалистом. Через два года, в 85-м, министр черной металлургии СССР лично назначил на должность руководителя нового завода Анатолия Беличенко. Наталья вспоминает, главный рыбницкий металлург всегда обладал феноменальной памятью. И не растерял ее даже спустя десятки лет. Самое важное в нем, что он нас всех не просто знал в лицо, он нас знал поименно. Я ни разу не слышала, что он кому-то из нас обратился по фамилии даже. Он знал поименно. И до последнего дня, до прошлого года, он называл всех поименно. Наталья, Сергей, Валентина. Сейчас все говорят об ММЗ как о флагмане промышленности. А тогда, в 85-м, Анатолию Беличенко верили хоть и новый, но уже весьма проблемный объект. Из-за ошибок при проектировании печи и линия разливки стали была серьезными конструктивными дефектами. Производственные показатели, как сейчас сказали бы, ниже плинтуса, Беличенко сделал, казалось бы, невозможное. Завод Лихорадева. Завод не работал. Даже выйти на проектную мощность, у него была первая задача, это выйти на проектную мощность по проекту. А дальше уже нужны были реконструкции, модернизации производства, чтобы выйти на миллион тонн стали. Вот его была задача. Выйти на миллион тонн стали. Он справился с задачей? С этой задачей справился. Первым, за что директор взялся после вывода завода из производственного пике, обеспечил сотрудников собственным жильем. Так в Рыбнице появился новый микрорайон Вальченко, район металлургов. Приехало очень много специалистов и жилья, как такового, не хватало. Многие специалисты жили по гостиницам, по всяким съемным квартирам и так далее. Надо было быстро все это построить и заселить всех, кто приехал с разных концов тогда СССР. Кровяно говоря, дал мне и многим из нас путевку в жизнь. Поэтому он был нам, может быть, где-то даже как отец, если сравнивать. Тем более для нас, для молодых тогда еще специалистов, путевка в жизнь, путевка в такую серьезную жизнь специалистов и начинающих молодых руководителей. Это его забота отеческая, это, конечно, дорогого стоило. Руководство большой страны высоко оценило личный вклад и новаторские идеи Беличенко. В 91-м ему вручили государственную премию СССР за выдающиеся творческие достижения в области науки и техники. Было черное. Кресло поменяли. Эти кадры мы снимали в 2018-м, к 80-летнему юбилею Анатолия Беличенко. Бывший директор ММЗ многое с теплотой говорил о своем детище, заводе и его коллективе. А еще о том, как в одночасье изменился мир в прямом и переносном смысле. Когда начались эти события в 88-м году, в 89-м году в Молдове, когда начали поднимать голову националисты, когда, значит, они говорили, что Молдавия – это только для молдаван, и тут русским делать нечего. Вот. Я был депутатом Верховного Совета Молдовы, и когда мы ходили на сессию, то мы ходили, стояли волонтеры с двух сторон, мы шли посередине, нам вслед кричали «Чемодан, вокзал России», нам плевали вслед. Анатолий Беличенко был в числе организаторов первого референдума об образовании Приднестровья. В декабре 89-го он прошел в Рыбнице, и только потом в других городах и районах Приднестровья. Для Приднестровья он является легендой, дорогие друзья. Его судьба связана неразрывно с Приднестровской Молдавской Республикой. Вы, наверное, знаете, что во многом история нашего государства начиналась здесь, в Рыбнице, по его инициативе. И это еще одна веха нашего уважаемого Анатолия Константиновича. В первые годы, да и потом тоже, выжить молодому государству помогали работающие промышленные предприятия, и особенно ММЗ. В первые годы действительно Молдавский металлургический завод являлся одним из основных доноров республиканского, той молодой нашей республики, Приднестровской Молдавской Республики, которая приносила еще одно никому неведомое понятие валюту, благодаря которой мы жили, благодаря которому бюджет нашей республики наполнялся. А это говорит о том, что экономическая безопасность напрямую была связана с работой Молдавского металлургического завода. Спустя годы Анатолию Константиновичу снова пришлось спасать свой завод и свою страну. В 2015-м ММЗ захватила команда Талгата Байтазиева. С предприятия вывели десятки миллионов долларов. Завод втянули в международные мошеннические схемы. ММЗ чуть не стал банкротом. Предприятие погрязло в долгах. Оборудование не ремонтировали. Сотрудники недополучали зарплаты. Правду о том, что происходит на ММЗ, в стране узнали благодаря Анатолию Беличенко. Первого директора тогда даже не пускали на проходную. Но именно к нему приходили бывшие сотрудники, просили помочь. Беличенко создал комитет по спасению ММЗ. Стучал во многие двери. Общался с партнерами ММЗ, чтобы восстановить репутацию. Завод спасли. ММЗ по-прежнему флагман нашей промышленности. Анатолий Беличенко возглавлял Союз промышленников, аграриев и предпринимателей и Общеприднестровский народный форум. Представлял рыбницу в совещательном собрании первых приднестровских депутатов. Свои соболезнования всем, кто знал и любил Анатолия Константиновича, выразил президент Вадим Красносельский. Анатолий Константинович – человек уникальных организаторских способностей. Мудрый руководитель, ученый, исследователь, опытный парламентарий. Удивительно интересный собеседник. Он был настоящим созидателем. За что бы ни брался, Анатолий Константинович останется в наших сердцах человеком с большой буквы. Тем, на кого хочется равняться. Анатолий Беличенко был человеком своей эпохи. Когда начиналась новая история, рождалась новая карта мира. Мир меняли люди, которым талантов, энергии и сердца хватало на все. Строить заводы, заниматься наукой, создавать новые государства. И помнить по именам тысячи людей, которым ты нужен. Таким был Анатолий Беличенко. Его имя теперь будет носить одна из улиц в Рыбнице. Юрий Чанявский, Гермотсота, Отражение. Юрий Чанявский, Гермотсота, Отражение.